Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 25, я очень сильно завижу от чужого мнения. Мне это мешает жить. Допустим, на работе один раз меня обсмеяли, как я была одета, с тех пор я стараюсь не выделяться и ни с кем не претекаться. Или такая ситуация, в одну группу с моим ребенком ходит девочка, чьи родители постоянно пытаются меня задеть. Девочка эта младшая меня, и у неё уже трое детей. Я не понимаю, почему она так себя ведёт. Каждый раз, когда мы пересекаемся, она проходит и говорит, как земля таких уродов носит, фу, такая страшная, аж плакать хочется и постоянно шушукается за своим мужем. В такие моменты рядом никого другого нет, поэтому я точно знаю, что это всё отрисовано мне. После такого я погружаю в себя очень сильно, да, я погружаю в себя, даже когда я иду на улицу, и люди смотрят на меня. Мне некомфортно, я устал. Так, как перестать такой быть? Ну, давайте мы с вами начнём с того, что какой такой, да? То есть, если вы хотите перестать быть такой, то какой? А если вы зависите от чужого мнения, да, вот, то я думаю, что на то есть причина. Есть причина, по которым вы зависите от чужого мнения. Более того, более того, есть определённые выгоды ваши от того, что вы зависите от чужого мнения. То есть, благодаря тому, что вы зависите от чужого мнения, вы что-то для себя получаете. Какие-то преференции. Вот. Нужно увидеть, какие преференции вы получаете. Нужно увидеть, что именно вы получаете. И тогда, когда это будет видно, когда мы это увидим. Я думаю, что уже будет куда более понятно, в каком направлении вам двигаться. Чтобы решить свою, скажем так, проблему. Вот. Это первое, что хочется сказать. А второе, что хочется сказать. Человек, который зависит от чужого мнения, это человек, который не интересуется собой, не опирается на себя, не доверяет себе. У такого человека, как мы можем понимать. Не особенно представленных, не особенно репрезентованных, если хотите, а собственный интерес. Вот. Такой человек большое количество своего внимания уделяет другим людям, но не себе. И вследствие этого происходят такие вот не самые приятные вещи. Поэтому само собой нужно возвращать вам интерес к своей жизни. нужно заново его что называется обретать. Потому что когда-то вы его потеряли. не Дальше. А если мы говорим о том, что вас высмеивают, то на мой взгляд мы говорим в первую очередь о том, что люди как бы отражают вам ваши подавленные чувства. ображают какую-то агрессию, ображают какую-то может быть непринятие себя, непринятие своей внешности, своей личности, своего тела, отражают может быть и так далее. И это ваша история. Ну то есть очевидно, что история это она про вас. и на мой взгляд нужно опять же работать именно с тем, как вы сами к себе относитесь. Вот к примеру, если вы говорите, что замыкаетесь в себе, то, конечно, это в какой-то степени является бегством. Это бегство, это избегание, как хотите можете это называть. и вкладывается такое ощущение, такое впечатление, что вы подавляете свои какие-то чувства. Подавляете может быть агрессию, может быть что-то еще. страх оценки других людей это вытесненная злость. То есть я бы сказал, что вы вытесняете те чувства, которые считаете неприемлемыми, неприемлемыми, да, которые считаете вредными, для себя и так далее. Вот. То есть работать здесь нужно с ответной реакцией, с вашей ответной реакцией на вот какое-то воздействие со стороны людей. и вместе с тем нужно понимать, что в вашей психологической жизни есть определенные так называемые слепые зоны или слепые пиарны. реакции других людей и желание быть на каком-то хорошем может быть счету у людей связаны связаны с тем, что в других аспектах ваша жизнь скорее всего довольно таки пуста. это неприятно то, о чем я говорю, вы можете быть само собой с этим не согласны. и я вас не заставляю, я вас не принуждаю, сказать, что удовольствие вы чувствуете удовольствие вы ощущаете их свои основания. Вот. И пока эти основания существуют, то есть пока например ваша жизнь достаточно вам самой не интересна или подчиняется тем аспектам, которые вы не выбираете я думаю, пока это так будут серьезные проблемы у вас. губы большому моему сожалению. Вот. что такое в данном случае самооценка это как раз таки то, как я оцениваю себя. вижу себя то, как я вижу себя. Понимаете, да? но вы можете видеть себя только головами других людей. Вы не можете себя видеть больше никак. так когда вы верите и считаете что можете посмотреть на себя глазами других людей вот возникает конечно же проблема сразу. практически. Вот. Поэтому работа с самооценкой и со страхами а тут вот история про страх одиночества скорее всего тут история про тотальное обесценивание себя вот начинается с отказа от оценок и переориентации переориентации своего внимания на другие вещи то, что вам интересно в жизни и так далее. Но в то же время замечание и признание агрессии злости поражения и ощущение своей собственной силы и так далее. в то же время работа над своей репрезентацией во внешнем мире вот все это очень важные моменты на которые имеет смысл обратить ваше внимание если вы хотите поработать ну если вы хотите измениться когда вы говорите о том что погружаетесь погружаетесь в себя вы принимаете максимально безопасную позицию по вашему мнению по вашему мнению конечно же максимально безопасно безопасную позицию которая должна принести вам ну вероятное успокоение как вот вот но это не приносит успокоение я думаю что если мы спросим выяснится еще несколько интересных деталей а именно что вы хотите быть хорошим что вы хотите быть удобным что вы пытаетесь угодить людям например не так надо это тоже является на мой взгляд существенной проблемой которую нужно корректировать с точки зрения психологии с точки зрения психотерапии вот дальше вот вы видите что погружаются сюда очень сильно я думаю что это чувство стыда чувство стыда также подавленное зло которое вы запрещаете вот и вы пишите что вам некомфортно когда люди смотрят на вас с чем это связано что вам некомфортно опишите это дискомфорт попробуйте увидеть какие чувства там происходят какие чувства там возникают у вас это станет первым шагом дальше вы говорите о том что сильная зависимость от чужого мнения мешает вам жить смотрите сильная зависимость от чужого мнения мешает вам что делать можете ли вы ответить на этот вопрос что именно вы делали бы если бы если бы зависимость от чужого мнения не был чем бы вы занимались на что бы вы тратили свое время и так далее вот на это также нужно обратить вам свое внимание на мой взгляд это предельно важная вещь потому что то что вам мешает жить это понятно но простите что именно вам мешает это дело вот вот такая история на этом все я надеюсь что вам это было интересно и полезно я желаю вам всего самого доброго и удачи буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу работу